видео урок рисуем новогодний венок акварелью подробный список материалов ищите под этим видео для начала возьмем простой карандаш и разметим форму венка далее начнем добавлять украшения на венок здесь я предлагаю добавить леденец всевозможные шарики колокольчик и коробочку с подарком но вы можете добавить совершенно любые украшения которые хотите поэтому здесь можно пофантазировать либо повторять за мной добавляю бантик на леденец кружочками размечаю елочные игрушки слева добавляю колокольчик выше небольшую коробочку с подарком еще парочку елочных шариков лишнее убираем клячкой и начинаем работать акварелью набираем желто зеленую разводим ее водичкой и таким светло зеленым цветом начинаем отмечать самые светлые елочные веточки их добавляем их внутри по контуру и снаружи также по контуру добавим и по всему веночку местами светлые веточки отметим как так и и и и и и теперь добавляем еще больше зелено-желтый добавляем в нее зеленую немного воды данным цветом закрываем оставшуюся часть венка и также по контуру отмечаем объем веточек а внутри веночка все данным цветом аккуратно закрываем теперь замешиваем зеленую и ультрамарин и таким холодным зеленым продолжаем прорабатывать веточки уже отмечаем теневые участки теневые веточки внутри веночка и и и и Продолжение следует... Так прорабатываем весь веночек, создавая объем елочных веток. Теперь добавляем цвет больше зеленой. Также добавим индиго. Сделаем оттенок еще темнее. От каждого предмета отметим тень. Тень добавляем с правой стороны. И также внутри веночка отмечаем самые теневые веточки. Теперь берем кобальт синий. Разводим его водой и с правой стороны на леденце добавляем теневую часть. Цвет делаем насыщеннее и сторону затемняем сильнее. Теперь берем карминовую, разводим ее водой и часть шариков закрываем данным цветом, оставляя белые блики. Теперь берем кадми лимонные и остальные шарики закрываем им, также оставляя белый блик. Набираем охру, закрываем ей колокольчик, опять же оставляя на нем белый блик. Берем кадмий красный, закрываем коробку, белую ленточку оставляем белой. Также этим цветом закроем бантик у колокольчика. Возьмем карминовый больше и добавим рисунок на леденец. Также этим цветом закроем бантик на леденце. Сделаем цвет насыщеннее и немножко добавим отблеск на веточки данным розоватым оттенком, для того, чтобы цвет зелени был интереснее. Еще сделаем цвет чуть насыщеннее, закроем розовые шарики, сделаем их насыщеннее, добавим больше бликов. И чистой, чуть влажной кистью блики сделаем мягче, немножко их растушуем. Цвет добавим немного фиолетовый. И с правой стороны шарик затемним. То же самое делаем и с верхним шаром. Теперь набираем кадмий лимонный, делаем ярче желтые шарики, опять же не забываем оставлять блики. Данным цветом добавляем отблеск на розовые шары, а зеленым оттенком от елочных веток добавляем отблеск на все шарики. Так как они глянцевые, на них будет небольшой отблеск от веночка. Фиолетовым оттенком добавим тень на коробку. И более насыщенным карминовым цветом усилим и прорисуем узор на леденце, сделав по бокам его ярче. А в центре как бы оставляя белый светлый просвет. Чтобы было все мягче, плавнее, можно чуть влажной чистой кистью растушевать. Этим же насыщенным цветом более детально прорисуем бантик. Отметим на нем более яркие места, складочки. Опять же, чуть влажной кистью растушевали, чтобы переходы были плавненькие. Добавили больше фиолетовой и усилим тени в складках банта. И также можно с правой стороны на узоре сделать цвет темнее. Также в складках у банта на колокольчике добавили тень. Берем немножко марса коричневого и добавляем теневые участки в колокольчик. Также добавим тень на желтые шары. Чистой влажной кисточкой сделали растушевочку на шариках и на колокольчике. Набираем карминовую. Усиливаем складочки на бантике. Фиолетовым оттенком еще усилим складки в бантике и тени на колокольчике. Кадмием красным закроем банк на колокольчике, добавим на него отблеск. Чуть влажной кистью растушевали. И также усилим цвет коробки данным кадмием красным. Розовым цветом также добавляете отблеск на желтые шары. Фиолетовым оттенком отмечаем тень на коробке. Смешиваем зеленую с индиго. И самые теневые участки уточним. Добавляем в складках на бантике тени. Все сделаем точнее. Набираем ультрамарин, туда чуть-чуть фиолетовый и добавим тень от венка. Тень добавляем с правой стороны. Добавляем в цвет больше фиолетовый и у основания тень делаем темнее. Внутри венка тоже не забываем добавить тень. Добавили больше фиолетовый, немножко предыдущего теневого цвета. И в глубине тень делаем насыщеннее, темнее. Теперь берем марс коричневый и отметим веревочку, на которой висит данный веночек. Теневым цветом добавляем сюда индиго. Отмечаем теневые участки на веревочке. И цветом тени также от веревочки добавляем тень. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видео урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем, друзья. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok